Привет! С вами канал Ирландия глазами украинцев и это Нобрости Ирландии. Как всегда мы постарались подобрать самые интересные и актуальные темы. Вам будет что послушать, надеюсь и обсудить тоже. Мы всегда ценим вашу обратную связь, ваши комментарии и репосты также помогают в работе канала. Так что спасибо! Тайм-коды вместе с ссылками на новости, как всегда в описании для вашего удобства. В школах Ирландии появится украинский язык. Министерство образования в Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в школах. В частности, украинские ученики, которые будут вступать в 5 класс сентября 2023 года, смогут выбрать родной язык как факультативный предмет. Отмечается, что решение о введении нового предмета состоялось после прибытия тысяч украинцев в Ирландию с началом полномасштабной войны. Там сейчас 15 тысяч украинских детей, 5200 из них учатся в средней школе. Также за последний год около 100 украинских учителей начальной школы было принято в реестр педагогического совета. Третьих гостиничных номеров в Ирландии теперь живут беженцы и просители убежища. Согласно новым данным, опубликованным в Newstalk, почти каждый третий номер в ирландском отеле в настоящее время используется для размещения беженцев и просителей убежища. По последним данным Министерства юстиции, к середине февраля в Ирландию с начала войны прибыло 75 тысяч украинских беженцев. На данный момент в гостиницах по всей стране размещаются 53 тысячи 45 украинских беженцев. Между тем, служба размещения международной защиты предоставляет приют 20 тысячам лицам, ищущим убежища. В то же время ежедневно в Ирландию прибывают около 85 украинцев и 29 претендентов на международную защиту. В настоящее время 22 тысячи гостиничных номеров по всей стране используются для размещения лиц, ищущих убежище и беженцев. По данным Ирландской конфедерации туризма, в Ирландии 82 тысячи номеров для размещения туристов. Это означает, что почти треть всего гостиничного фонда страны используется для просителей убежища и беженцев. Цифры не включают бездомных, которые также размещены в отелях. В некоторых округах более половины гостиничного фонда используются для размещения просителей убежища и беженцев. Тем временем Департамент интеграции заявил, что сталкивается с постоянными серьезными трудностями с поиском жилья для просителей убежища. Делитесь своим мнением, что вы думаете по этому выпуску. Как всегда, мы ценим вашу обратную связь. Подписывайтесь и активируйте колокол после кнопки подписаться. Колокол поможет вам получать уведомления о выходе наших новых видео. Спасибо, что смотрели.